Добрый день всем! Меня зовут Иван Буглак, я являюсь руководителем офиса 1001 Тур метро Тверская. Наш офис обрабатывает онлайн заявки, которые поступают к нам с сайта. И сегодня я хотел бы рассказать вам как раз о специфике бронирования туров онлайн. Скажу несколько слов о том, почему покупать тур на сайте и оформлять его онлайн безопасно. Касаемо нашей компании 1001 Тур. Во-первых, компания на рынке с 2002 года. Более 3 миллионов туристов уже доверили свой отдых нам. При оплате тура онлайн средства на вашей карте будут заморожены до подтверждения тура. Чтобы вы не беспокоились, сумма будет списана только после подтверждения всех услуг. На что хотел бы еще обратить ваше внимание. Это процесс оформления и какие нюансы стоит учесть непосредственно перед бронированием. В первую очередь вам нужно посетить сайт 1001 Тур, где большое количество необходимой информации. Описание отелей, полетных программ, информации по тонкостям въезда в ту или иную страну. Чтобы вы могли подготовиться уже непосредственно к бронированию. После этого в поисковой системе вы определяетесь с направлением, датами, составом участников тура. И делаете нужный поисковый запрос непосредственно для бронирования тура. После этого я бы рекомендовал вам проверить срок действия заграничного паспорта. Так как это сильно влияет на посещение той или иной страны. Чтобы он у вас проходил по срокам и не пришлось делать лишние движения, если срок у вас не подходит. После этого заполнить корректно все данные по заграничным паспортам уже непосредственно на сайте. Выбрать удобный тип оплаты. Это может быть система быстрых платежей оплат по QR-коду. Либо карта МИР, либо карта другой платежной банковской системы, которая у вас есть в наличии. Собственно после этого вы можете спокойно уже оплатить выбранный тур. И ваше бронирование попадет в нашу систему. После чего мы обработаем его. И если какие-то будут вопросы по доп. услугам, какие-то нюансы, допустим, необходимо будет с вами согласовать что-то, допустим, по размещению, категории номера, по рейсам. Мы обязательно с вами свяжемся для подтверждения той или иной услуги. Какие вопросы могут у вас возникнуть в ходе бронирования тура на сайте? В первую очередь это полетные данные. При бронировании тура в корзине вы увидите рейсы, которые присутствуют на ту или иную дату. Самое главное здесь определиться. Вы это можете сделать в ходе подбора тура. То есть будет рейс чартерный, либо это будет регулярный рейс. Прошу вас обратить внимание, что при выборе регулярного рейса стоимость тура в корзине, как правило, не окончательная. Потому что тариф у регулярной компании динамический и на момент бронирования, то есть уже в системе туроператора, могут быть доплаты по тарифу. Те или иные. Размер может варьироваться совершенно от разных сумм. На что также стоит обратить внимание? Не всегда на сайте вы можете увидеть, входит ли багаж в перелет. Как правило, в большинстве чартерных рейсов багаж сейчас минимальная норма, это 10 килограммов на человека. И 5, либо 10 килограммов ручная кладь. То есть если нужен расширенный багаж, то есть в ходе разговора с менеджером, который будет осуществить сопровождение по туру, вы можете это обговорить и добавить его уже непосредственно после оформления. Важный момент, на что стоит обратить внимание, это общая продолжительность тура. Так как у нас на сайте все туры отмечены общей продолжительностью с учетом перелета. Но есть небольшая специфика, например, такие туры, как в Азию, тот же самый Таиланд и Индия и ряд других направлений. Вылет самолета из Москвы или из другого города российского осуществляется в один день, то есть вечерний вылет, а прилет в страну назначения уже происходит на следующий день. То же самое с обратными вылетами, например, с Кубы или Венесуэлы. То есть за счет разницы в часах вылет оттуда происходит в один день, а прилет в России уже на другой. То есть у нас на сайте учитывается общая продолжительность тура вместе с перелетом. То есть тут надо вам точно определиться, какое минимум количество ночей проживания вы хотите выбрать уже в стране, где планируете отдыхать. Следующий момент, какой нужно учитывать на сайте при оформлении тура, это добавление дополнительных услуг, таких как конкретизация рейса, топливный сбор. Но внутри вы всегда увидите сразу, то есть если это тур чартерный, как правило, топливный сбор туда уже входит. Услуга конкретизации рейса, она является у некоторых туроператоров дополнительной. То есть при наличии вылетов в разное время разных рейсов, если эту услугу не добавлять, то туроператор вправе вас забронировать на любой рейс, вылетающий в тот или иной день по своему усмотрению. Ну это мы также с вами обговариваем в ходе телефонного разговора, то есть после того, как заявка попадает в нам в систему, обо всех этих нюансах мы с вами обсуждаем и осуществляем бронирование уже в соответствии с вашим выбором. Что еще нужно знать при бронировании туров онлайн? Какие могут вопросы еще быть? По поводу набора услуг, то есть зачастую туристы спрашивают, входит ли, например, трансфер, медицинская страховка. Большинство туристических пакетов медицинская страховка уже включена. Трансфер, если это чартерный рейс и стандартный турпакет, как правило, тоже включен, но вы увидите об этом информацию в системе. Если он не включен, соответственно, его также можно добавить как доп.услугу. В системе отображается то, что трансфера у вас в пакете нет. Еще момент, какой часто возникает вопрос у туристов. Если вдруг после бронирования вы поняли, что допустили какую-то ошибку в заполнении данных, либо у вас резко изменились планы, вы поняли, что, например, в выбранный день вы не можете вылететь. Я уже говорил до этого, не переживайте. На самом деле сумма, которую вы оплатили, она не списывается до подтверждения тура. Мы с вами выходим на связь практически сразу в рабочее время, то есть после оформления заявки, и обговариваем все эти моменты. Если вдруг произошла такая ситуация, вы нам об этом говорите, то есть до момента подтверждения возможно еще перенести тур на другие даты, либо его аннулировать, произвести возврат денежных средств, ну и позднее принять решение о бронировании нового тура. И, наверное, последний вопрос, который может возникнуть и возникает иногда при бронировании на сайте, то есть возможно ли оплатить тур частично. Агрегация нашего сайта с сайтами туроператоров сделана таким образом, что выбранный тур на сайте вы можете оплатить только полностью. Если вы хотите выбрать вариант с предоплатой, тогда вам просто нужно оставить обычную заявку, которая упадет в офис продаж, менеджеры ее обработают и уже предложат вам удобный способ взаиморасчетов. Это может быть полная оплата, либо частичная, и потом вторым платежом вы можете сделать это позднее. Вот, наверное, на сегодня это все. Основное то, что хотел вам сказать по процедуре алгоритма оформления туров онлайн. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете обратиться к нам напрямую по телефону, либо лично посетить офис, и мы с радостью вам ответим на эти вопросы, подскажем по тонкостям бронирования туров и сориентируем по продукту.